Девочки и мальчики, всем привет! Сегодня приготовим вот такой соус из помидор, зелени, чеснока. Зелени должно быть очень много. Такой рецепт делает моя мама уже давным-давно. Еще я маленькая была. И вот я тоже такое делаю. Очень вкусно. Особенно идет на цыплята табака. Обалденный рецепт. Мы раньше в Ташкенте жили, ели, ходили на сквер в уголок. Вот там был соус цыплята табака. Вот он, идеальный, вкусный. На плов, да любая макашечка, просто с хлебушком. Все, ребятки, гоу-гоу, поехали готовить такую вкуснятину. Нам понадобятся помидоры, у меня сливки, зелень. Зелени очень много. Вот в этом рецепте не должна зелень плавать, она должна быть. Ее должно быть очень много. Это должна получиться такая масса, густая, из-за зелени. Значит, у меня идет огромный, вот, сейчас вот покажу, ребятки. Вот такими пучками я все это взвесила. Смотрите, вот такой. Видите, вот столько этого укропа. Вот такой прям огромный пучок. Вот. Огромный, огромный пучок. Я все взвесила. Покупаю всегда на глаз всю зелень, чтобы было много. Вот, значит, зелень идет. Черный перец, красный перец, острый, чеснок, масло растительное, сахар, уксус, у меня идет 9-процентный. И вот спрашивают, какой солью я работаю. Ребятки, вот такой я закручиваю. Все консервации. Каменная пищевая соль. Молотая, крупная. Сейчас покажу, какого помола. Вот. Обычная, крупная, пищевая соль. каменной и йодированной солью я никогда ничего не закручиваю. Помидоры помыла. Теперь нужно отделить от плодоножек. Вот так вот, да? Можно вот так, кому не жалко помидор. И пропустить все это через мясорубку. Вот так вот. Рецепт очень легкий, делается очень-очень быстро. Помидоры можно любые, просто у меня попались вот недорогие, что там, сливки. А теперь перекручиваем через мясорубку, через мелкое сито, через мелкое ситечко. Ребятки, чеснок, значит, тоже можно перекрутить сразу же, не мыть мясорубку после этого, что там, после помидор. Тоже через мелкое сито перекрутить эти, чесночок. Вот и все. Перекрученные помидоры переливаем в казан. Казан у меня на 8 литров. Ждем, когда хорошо закипит томат, помидор. Видите, он уже вот, огонечек такой средний. И вот так помешиваем, ребятки, не стесняемся. Помешиваем, снизу наверх, сверху вниз. А сейчас начнем делать зелень. Ребятки, у меня зелени очень много. Вот еще раз показываю, смотрите, вот такой пучок огромный, это у меня этот укроп. И вот смотрите, вот эти толстые части, да, вот смотрите, даже есть вот такие вот совсем вот толстые. Я их не выкидываю, ребятки, я их не обрезаю, они идут на вот эти помидоры. Это наоборот самое вкусное место. И вот так вот нарезаем. Нарезайте, как вам нравится, хотите мелко, хотите крупно. Ну, лучше не мельчите. Так, средненько. Сантиметр где-то. Чтобы когда вы кушали, у вас не была там вот где-то каша какая-то, размазня. Ну, где-то сантиметр. Видите, это только укроп такой огромный пучок. Я все делаю на глаз, я смотрю, сколько помидор, сколько зелени надо взять. Ну, свой глаз напишу этот, под видео, в описании. Сколько чего там, как. Вот этот вот лист, сколько укропа. Укропа очень много. И вот сюда. Это только укроп. Вот, чашка, и уже сколько укропа. Ребятки, петрушка. Вот, тоже огромный, огромный пучище. Я его промыла, перебрала. Зелень должна быть хорошей, не гнилой. Петрушка обязательно. И вот тоже, вот эти вот толстые стебли, ни в коем случае их не этот, не выкидывайте. В них весь сок. Ребятки, кинза зеленая. Смотрите, если вы ее не любите, вы ее можете не добавлять. Вы добавляете любую зелень, которая вам нравится. Ребятки, для меня важно в этом рецепте, чтобы был сельдерей. Вот он. Он у нас растет, единственная зелень, потому что он многолетний. Он там просто растет себе и все. Уже лет, я не знаю, сколько мы здесь живем, столько он растет. Этот сельдерей. Вот где помидоры, добавляйте сельдерей. Вот я его мало, редко где использую, но в помидорах, особенно вот в этом рецепте, сельдерей, он нужен. Хоть капельку, если у вас нет, купите хоть чуть-чуть. Ну и без сельдерея получится вкусно, но вот сельдерей даст вот очень такой, ну вкус будет, такой особенный, вкусный. Помидоры у меня начали закипать. Нет-нет, я помешивала. И вот минут 15 они у меня должны повариться. Огонечек такой средненький. 15 минут они должны вот после закипания повариться. Значит, смотрите, крышки я кипячу. Вот закипела водичка, минут 5 я выключаю. О, самое что интересное, смотрите, банки я не стерилизую. Я на этот рецепт никогда, и мама моя, вот именно на этот рецепт банки не стерилизовала. Оно ничего не взрывается. Единственное, хорошо промойте моющим средством соды, хорошо промойте. Вот, чтобы они у вас были чистенькие. Хорошо промывайте зелень, хорошо промывайте помидоры, хорошо прокипятите все. Тут еще будет добавляться уксус, консервант. Вот, не надо. Хотите для себя, можете простерилизовать вот эти, что там, банки. Одну вот не простерилизуйте, и вы увидите, что все будет стоять, ничего не взлетит. Не взлетит. Все, сейчас будем заправлять томат. 15 минут прокипел, загустел, видно, да? Загустел томатик. Пенку я не снимаю. Значит, смотрите, добавляю сахар. Рецепт, сколько сахара, будет под видео в описании. Сахар размешали, попробовали. Теперь добавляем соль. У меня каменная крупная соль. Тоже, сколько добавлю соли, в итоге будет под видео в описании. Вот так добавляю, пробую. Оно может быть больше. В кадр я не делаю, что вот пробую, снимаю, пробую. Я камеру отключаю, настрою по своему вкусу, а потом под видео в описании будет рецепт, что сколько чего. Все, соль, сахар идеально. Добавляю чеснок через мясорубку и сюда же добавляю зелень. Сейчас, ребятки, у меня здесь очень много этой зелени. Вот так сделаю. Вот зелень. Потихонечку ее, потому что очень-очень много. Это так вкусно. Это вот, смотрите, еще что хотела сказать. Болгарский перец сюда я не добавляю. Я не добавляю, мне нужно много зелени, чеснок и помидоры. Я не хочу перебивать вкус болгарским перцем. У меня с болгарским перцем совсем другой рецепт. Этот рецепт у меня идет без болгарского перца. Не добавляйте его сюда. видите, вот прям сейчас руки зелени. Сейчас, ребятки. Тут прям вот ложка, видите, вот стоит, ложка стоит. Но она вся, сядет, эта зеленушка, вы не думайте, что здесь будет сейчас такой каша-малаша. сейчас осядет, она сейчас ошпарится, тут все поженится. Я не люблю сюда болгарский. Мы не добавляем именно в этот рецепт сюда болгарский. Вот это, я не знаю, как это назвать. Это не аджика, ребятки. Это не аджика. Я не знаю, как это назвать. Это очень вкусно. Знаете, с чем? Вот цыплята табака. Вот этот соус он просто бесподобный. Особенно, если будет сельдерей для цыплят табака и помидор, это соус номер один. Видите, затерялась зеленушка потихонечку. С помидорчиком уже красиво вкусно. Так, ребятки, добавляем вот что. Красный острый перчик. красный горький по вкусу. Черный перец обязательно. Вот я добавлю чайную ложку с горкой и еще чайную ложку без горки. Это обязательно. Обязательно. В начале видео не показала. Кориандр молотый, не жареный. Вот ложка хорошая столовая с горочкой. и еще такую же ложку. Ну, не сильная такая полугорочка. Видите, вот так вот. Вторая. Две столовые ложки. Добавляю растительное масло без запаха. Можете добавить с запахом. Ну, я без запаха, чтобы вкус вот этого всего не перебивался. Это обалденный вот соус. Мы его всегда закручиваем. Пусть он будет сто летней давности, пусть он будет такой простой. Но на самом деле он очень ароматный, душистый и вкусный. Ребятки, это вот. Ну, сделайте. Ну, сделайте хоть на килограмм помидор. Сделайте. Потом зимой, знаете, спасибо скажете, что это так вкусно. Все. Все добавили. Теперь смотрите, оно у нас должно закипеть и покипеть. Все оставляем. Пусть закипает и поварится. Я скажу, сколько времени. Потом добавим укисусус. Ребятки, закипает соус. Помешиваем и засекаем минут 10 максимум. Это потолок. Много не надо. Не надо его вываривать, что-то творить. 7-10 минут. Все, вот закипело, бульбульки появились. Все, нет-нет, помешиваем. 7-10 минут и закрываем на зиму. Прошло 5 минут. Видите, появилась пеночка с таким цветом, да, вот, оранжевым. Это уже все. Это уже звоночек, ребятки, что все. Все. Не надо здесь варить. Вы сейчас выварите, и будет жмых. И будет просто какая-то трава безвкусная просто со специями. Не надо. Травка, она должна быть. Вот смотрите теперь что, ребятки. Я всегда, вот все время делаю корейские салаты, закрутки, делаю вот 70-ти процентной уксусной кислотой. Ну, у многих ее нет. Я вот прошлые закрутки начала делать вот с 9-ти процентного уксуса, чтобы вам было проще, легче. Но корейские салаты я делаю только вот с этой кислотой, 70-ти процентной. Значит, добавляю вот 5 минут, 5 минут прокипело, добавляю что-то сюда. Уксус 9-ти процентный. Опять-таки, под видео, в описании будет точное количество этого уксуса, потому что я добавляю, ребятки, и пробую. Все, выключаю камеру, буду пробовать. Еще, еще. 5 ложек будет достаточно. Кто-то скажет, тут есть томат, помидор, в нем вот так есть кислота, зачем уксус? Ну, мы делаем вот так. Сахар, уксус, правильно соотношение сахара и уксуса это уже залог вкуса. Все, ребятки. Одна минута и закручиваю. У меня вот такая воронка, продается везде, в хозяйственных магазинах, где шарабара всякая, по 40 рублей. Видите, вот она какая. Сейчас я подниму повыше. Чтоб удобно было набирать туда консервации всякие, аджики, маджики, соусы, шмолцы. Компоты, варенье. И вот так вот набираю сюда прям половником. Горячее. Видите? Видите, какая вкуснятина обалденная. Значит, набираем полностью доверха. Вот так. Видно? Видите, чтобы баночка и без пустоты сверху была. И закручиваю крышками вот такими. Я люблю вот такими обычными. И можно винтовыми крышками, ребятки. Просто там закрутил, но так же, наверное, простерилизовал, все сделал там. Получается очень много. У меня, ребятки, 5 килограмм помидор. Вот так. Все. Вот. Ребятки, значит, у меня получилось 2, 4, 6, 8, 9 банок 500 граммовых. И вот такая вот салатница. Тут, ну, грамм 300, наверное, получилось вот этого соуса. Посмотрите, он такой густой. Он очень вкусный. Видите? Нежидкий. Вот прям макашечка номер один, ребятки. Все в меру. Все в меру. И чеснок в меру, и зелень в меру. Вот. Так что, ребятки, готовьте на здоровье. Сейчас я это переверну кверх ногами и укрою мехами. Все, ребятки, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Готовьте на здоровье. Всем пока-пока. Ребятки, все, посмотрите, что хотела главное сказать. Переворачиваем крышки вниз, крышками вниз до полного остывания. Значит, можно смело хранить в квартире в шкафу. В шкафу. Мы жили в квартире в Ташкенте. Мы все консервации хранили в шкафу. Если есть погреб, отлично. Все, накрываем мехами. Всем вашим добром до полного остывания. Остынет. И можно убирать в погреб или в шкаф. Все, ребятки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok